Литовская актриса Иева Андрея Вайтой появилась на российских экранах недавно. Впервые зрители России и стран постсоветского пространства обратили внимание на эту талантливую девушку в фильме «Стартап», в котором она отлично сыграла в тандеме с Евгением Ткачуком. И Ева, которую друзья и коллеги часто называют Евой, родилась в самом начале 1988 года в старинном литовском Вильнюсе в интернациональной семье. Папа Евы – русский, мама – литовка, по образованию музыкант. Девочка росла в атмосфере искусства. В доме частыми гостями были певцы, музыканты, актеры и артисты балета. Поэтому неудивительно, что и Ева с ранних лет проявляла немалый артистизм. Она пела, танцевала, посещала балетную и музыкальную школы, а еще росла на удивление общительным ребенком. Как шутит актриса, в детстве родителям приходилось заклеивать ей рот пластырем. Так много было девочки в пространстве. Маленькая Ева постоянно о чем-то расспрашивала или играла какие-то роли, непрерывно разговаривая. После окончания школы Ева поступила в Литовскую академию музыки и театра, которую окончила в 2011 году. Ей повезло учиться на курсе талантливого и известного в стороне наставника Иона Свыткуса. Как утверждает молодая актриса, магия кино взяла девушку в свой плен еще в школьные годы. А часы, проведенные перед большим экраном в кинотеатре, были самыми счастливыми в ее жизни. Поэтому даже в те дни, когда в студенческом кармане гулял ветер, деньги на кино всегда находились. И Ева Андреевайте каждый раз, когда смотрела на экран больше всего на свете, мечтала оказаться на месте понравившейся героине. Кажется, наверху будущую знаменитость услышали. Сниматься девушка начала еще в студенческие годы. На последнем курсе она появилась в эпизоде литовской короткометражки под названием «Ошибка сценария». Девушку заметили режиссеры, снимавшие грузино-литовскую детективную драму «Винный путь». Так артистка появилась в роли Марии в нескольких сериях ленты, транслировавшейся в 2012 году. О том, что кинематографическая биография Ева Андреевайте стремительно развивается, стало понятно в 2013 году, когда литовская артистка снялась в трех проектах. Примечательно, что все эти фильмы снимались в разных странах. Драма «Авария», состоящая из нескольких новелл, родилась в Литве. А вот короткометражка «Полумесяц Джунипера» – литовско-британский проект. Криминальная драма Владимира Нахапцева «Холодное блюдо» – это первый российский фильм Евы, который, собственно, и открыл в артистке актрису. Еще молодая актриса снималась в популярном сериале о хоккеистах молодежек. Трисе досталась роль Ульяны Метлицкой. Прорывным в карьере девушки стал 2014 год. Артистка снялась в семейной драме «Джонни Арайли. Москва никогда не спит». На съемочной площадке этого проекта молодая актриса встретилась с Михаилом Ефремовым, Алексеем Серебряковым, Юрием Стояном и Евгением Брик. Главным фильмом года оказался фильм Евгения Тукачука и Игоря Сколкова «Стартап». В ключевых ролях здесь появились сам Евгений Тукачук, Шамиль Шахматов, Эммануил Виторган и Андрей Соколов. И Ева Андреева это сыграла жену главного героя Ингу. Проект получил очень даже высокий рейтинг. Не менее успешным оказался и 2015 год. Артистка появилась в сериалах фарцев, перекрестке судьбы и художественной картине «Хороший мальчик». Артистка также великолепно играет на гитаре и фортепиано. А еще Ева любит спорт. В детстве она занималась гимнастикой и фигурным катанием. В подростковом возрасте пристрастилась к верховой езде. Она прекрасно танцует, причем не только балет, которому в юности отдала 8 лет, но и модерн. Андреевайте владеет несколькими языками. Кроме родного литовского и русского она знает немецкий и английский. По некоторым данным, актриса живет то в Лондоне, то в Москве. Личная жизнь и Евы Андреевайте не та тема, на которую она охотно общается. Насколько известно, Ева пока не обзавелась мужем. В середине 2016 года появилась информация о том, что артистка состоит в отношениях с Дмитрием Литвиновым, который был женат на Оксане Акиншиной. Впервые пара появилась на публике на вечеринке журнала «The Hollywood Reporter», которая проходила в рамках Московского международного кинофестиваля в июне 2016 года. За жизнью и творчеством артистки наблюдают тысячи поклонников. В социальной сети Instagram актриса делится с подписчиками личными и рабочими фото и даже видео.